Ребят, сегодня 23 февраля, мужской день. Моя аудитория в данный момент в большинстве состоит из мужчин сознательного возраста. Всех вас я поздравляю с 23 февраля, с праздником. Также перед началом ролика я дам небольшую рекомендацию. Если вы только планируете работать в такси или в данный момент уже работаете, как и я когда-то проходил через все эти этапы и уже обжигался с каким-то компаниями, которые делали мне документы для работы в такси, но они оказались фейковыми. И машины знакомых ребят эвакуировали с огромными штрафами. В данный момент я нашел компанию, которая отвечает за свое качество тем, что она делает полный пакет документов, подготавливает, можно сказать, машину работника к тому, чтобы он мог свободно работать и не париться вопросом того, что с ним что-то может случиться, и он получит этот штраф. Но гарант в чем именно? Если есть какая-то проблема в документах, которые они сделали, и водитель получил штраф, они его закроют и выплатят. Это является лучшим качеством, я думаю, на этом рынке. Я вам советую эту компанию. Эта компания называется Такси Документ. Ниже будут ее контакты. Можете позвонить им, уточнить у них какую-либо информацию. Они делают под ключ все документы для машин такси. Помимо машин такси, они также работают и с грузовым транспортом, с автобусами или с разной спецтехникой. То есть по всем вопросам можно к ним обращаться. И, коротко говоря, я рад, что нашел такую компанию, которая отвечает за свое качество. Все, в принципе, погнали смотреть ролик. Ребят, всем привет. Пару дней назад друзья мне рассказывали, что с каким-то таксистом не едут, каждый жалуется, что заработка нет, доходы маленькие и прям все печально. Вот хочется прям вопрос задать, это что, какая-то стратегия или тактика, чтобы чаевых получить. Я решил на это все поснимать своих три дня рабочих. Это будет очень коротко, я покажу заработки, покажу как работаю. Не буду снимать с утра до вечера все эти рабочие дни. Сегодня, допустим, я уже вышел работать и выбрал я не самые прям успешные дни, это будет вторник, среда, четверг. Самые бомбовские дни рабочие, на мой взгляд, это понедельник, пятница и суббота. Ну, у кого как, конечно, у меня вот так вот. Сегодня я, получается, проспал минималки, вышел поздно. Сегодня первый день, вторник я отработаю в регионе, это железнодорожный, весь день откатаюсь здесь. Завтра и послезавтра, после минималок здесь я буду уезжать в Москву и крутиться только внутри МКАДа. Буду я катать эконом и детский. И раньше бы я еще бы возил и курьера на короткие поездки, бывает с доплатой 300 рублей, там, 5-минутные заказы, зная адреса. Раньше катал бы и курьера, но сейчас условия изменились, там теперь гарантированный заработок от выполнения количества заказов. Теперь это мне не интересно. Вот, катать я буду без комиссии эти дни с промокодами по 12 часов. Промокоды я получил, получается, работая самозанятым, привлекая новых водителей. И где-то здесь будет промокод мой, тот водитель, который с ним зарегистрировался как самозанятый, получит два промокода по 12 часов работы без комиссии. И так же точно я получу такой же промокод. По истечении этих трех дней поймем вообще, реально ли заработать или нереально сейчас. Повторюсь, это будет не самые бомбовские дни. Сравним, сколько километров пробежал я в регионе и в Москве, и какой заработок, да, какая отдача от региона и какая от Москвы. То есть поймем, где возможно лучше работать. И еще один момент скажу, кто не знает, сейчас в Люберцах доплата за любой заказ в течение всего дня 250 рублей. А заказы есть по 4, по 5 минут, по 10 минут. Так, а вот то, что я говорил про Любера и все, что около Люберов, вот заказ, да, 3 минуты, человек дал 100 и минималка до 250. Вполне, я думаю, да. Доплата получается больше, чем в Москве, так что я периодически туда тоже заезжаю. Вот так. Ну все, бучим. Так, вот так вот начинается утро. Там полторашечка есть за 2 часа. Но это не очень хороший результат. Шесть заказов. Один я простоял, прождал, это была отмена. Не очень приятная история. Бывает по-разному. Бывает 8 заказов, бывает 9, даже бывало, что и 10 заказов. Но все же вот эта вся пандемия, она влияет. И сейчас минималка 260 рублей. А была 350 рублей, этого недельника бы она еще есть. Или вот была по 400 вообще во все дни. Тогда, конечно, было жирно. Даже 6 заказов по 400. Это 2 400, да. Если даже здесь 16% комиссии, это было бы больше 2000 рублей. Нормально. Сейчас оставил только один детский тариф. Съезжу закинул денег в банкомат. Что-то вчера не успел. По-быстрому помою тачку и стартуем. Единственное, что у меня пока мысль, сегодня попробовать, может быть, не Москву, а Люберцы. И в Люберцах по 250 рублей доплаты. Это уже такая жирная весь день. Плюс там ценник другой, да, сам по себе. Вон там тариф как московский. И детский тариф там. Вот вчера, допустим, у меня не было ни одного детского заказа. Вообще ни одного. Только один эконом. А в Люберцах достаточно много стреляет детских заказов. Что приятно, конечно. Только оставил один детский. И, пожалуйста, сразу прилетает. Две минуты подачи. Ехать по типа 6 минут. Будет где-то около 300 рублей. Так. Ну. При том, что я еще выкладывал коляску из багажника. Там 4 с чем-то. 280 рублей. 5 минут. Вполне, я думаю, да. Поэтому вот я люблю детский тариф. Достаточно честно платят за него. Встреча пока-канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так экстренное экстренное вещание короче пришла идея такая чтобы отключить все и попробовать покатай только детский тариф здесь до обеда пообедать потом поехать уже в те же либера допустим попробуйте либера уже завтра на завтра оставить москву полноценно и подряд тут прилетали заказы 906 на 289 42 на 279 958 на 165 рублей пробег очень маленький плата нормальная но сейчас я поехал помыл машину и пока стоит без заказов значит жду пауза большая между ними будто бы здесь катаешься на тариф бизнес но это детский так снова продолжение это же у нас второй день получается время 1249 и пробег у меня с утра 7 утра 66 километров 66 километров заработок 3 500 вот и момент значит следующий поставки откатал минималки я оставил только детский тариф поехал с ним с включенным до мойки пока съездил до мойки там один заказ выцепил помыл машину съездил там в банк еще заказ выцепил и вот значит решил до обеда попробовать оставить только включенным детский но итог вот на данный момент сделал 14 заказов это 3600 и вот сейчас через 10 минут я уже буду дома буду обедать после этого поеду в люберцы детский классный тариф но если так сказать маловато конечно все равно я долго стоял в паузе просто ожидая заказ и меня я смотрел ролики на youtube с ребятами переписывался то есть прям долго ждал получается но заказы хорошие то есть если вот в тандеме с чем-то вот как было раньше с курьером там допустим когда там образно курьер по 300 и еще детские 300 и по городу чисто катаешь очень хорошо вот или ну с экономом эконом очень часто перебивает детский маневры короче как-то так маневры короче как-то так правильный маневры короче как-то так поэтому до сих пор я когда Игорь Негода Не, на самом деле мы ехали по прогону И у него вот здесь вот пазух есть Ну, изначально поворот Он видел, что мы едем в этом прогоне Но тормознул бы тоже Так, ну вообще, вчера А именно во второй мой рабочий день В Люберах не получилось задержаться Я сделал несколько заказов коротких Меня выкинуло из Люберов И закинуло на Рязанку В Москву Я покатался, сделал пару заказов У меня сгорел Ну, как это, диод или что это Дневной габарит Слева И все, я поехал в сторону дома Сейчас ошибка пропала, но продолжаю работать Вполне нормально откатал минималки Сегодня они были чуть пожирнее Поинтереснее И за два часа получилось сразу две тысячи выкатать Вот Думаю, что сегодня большую часть попробуем в Москве отработать Посмотрим, что получится По поводу заказов Также скажу Ну, если включенный канон Вообще не стоишь Просто нет такого момента Очень часто в очереди Или приезжаешь Там проходит пару минут И заказ прилетает Даже по кнопке домой Ждал, может быть, минут десять Сторон дома Вот Короче Не знаю Кто там еще говорит, что работы нет Но если попахать Прям хорошенько Вообще Прям до убоя Можно, блин, нормально заработать Или Выйти на такую Вахту в год Так можно, мне кажется За год И машинку поднять А может быть и две даже Если прям хорошенько попахать В таком режиме Вот так в Москве лучше не делать Заказы в новую Купау На 21 километр 25 минут ехать Я сейчас это делаю Только по одному поводу Потому что Я поеду Пообедаю с малышом и женой Это у меня там неподалеку Вот А так лучше не делать Лучше, конечно Если бы в Москву попали уже Крутиться здесь внутри И работать Как бы Не выезжая за МКАТ То есть это такое можно Основное правило Если выкинул куда-то за МКАТ Если это только там Не знаю Ни Хинки И ни Люберцы Где сейчас доплата нормальная Тогда выключаемся И возвращаемся Обратно В пределы МКАД Так Ну что у нас 12 дня Столько мы и проехал 15 заказов 4 200 И все Я сейчас рядом с домом Пойду пообеду И попробую после дома Сразу проставиться в Москву И снова газонуть туда Добить Так сказать День там Я думаю Что урочка должна быть больше Чем по железке Или по железке Смешанной с Люберами Посмотрю конечно Что получится Ну и все мы Посмотрим А так конечно Москва должна выигрывать Но все равно Взвесим Этот доход Минус Расход на бензин Минус Расходы на комиссию Минус На налог Посмотрим Точную прибыль И что вообще Мне даже самому Интереснее Что Что рентабельнее То что я приехал И вы мне начали Еще до подъезда Говорите Какие-то переживания Свои За дверью Заранее Вы писали? Я не писал Вам ничего Я не могу Вам написать Ничего Что вы подъехали Если смотрите Если я напишу Вам Допустим Я прибыл на место Вот тогда Я пишу Все Поехали Надо мне Сказки Знать Никаких сказок Нету Да сказки Господи Я сам уже Я понял Я не поеду Никуда Вы что-то больно Как-то Без настроения Без такого Сразу с претензиями Мы сейчас С вами будем 50 минут Ехать Вы мне 50 минут Будете высказывать Это все Да вообще Будет морщик 50 минут Хорошо А оплата наличными Да? Тогда Ну Заранее платите Чтобы я понимал Что у вас есть деньги Мне деньги Есть Хотите Я могу Деньку Пить Вашу машину Я не сомневаюсь В том Что у вас есть Деньги Заранее А что за наезд Так и заранее платить Хорошо Я до него заказал Вы бы не доставили Мне Вы хотите День вперед Вперед Это что за Фирмя такая Начнем с этого Хорошо Я оплачу Ну Доставить Меня Оплачу Я вам Каждый день Я понял Я просто вижу У вас Претензии Поэтому Я понимаю Что По прибытию На место У нас могут Быть Проблемы Не будет Проблем Деньги Сколько хотите Есть Хотите Там нет Здесь 100 тысяч Вот в кармане Нам 500 тысяч Чего Это вы хотите Мне не надо Мне показывать Нет Деньги Что за претензии Что за претензии Что оплатили В смысле Вы Я еще Даже не приехал Вы мне позвонили И сразу Начали претензии Какие-то Высказываете А потому Что Вы Поварищ Приехали Я приехал Я заказ Заканчивал Я закончил Здесь заказ После этого Увидел Ваш заказ Я подъехал Сюда И только Когда я прибыл Сюда Поехали Давай Поехали Поехали Познащить Пункты Я плачу Все Деньги Это Проблем Мне деньги Знаешь Что могу У любого человека Хорошо Едем Пристегните Сразу Я к вам Извините Что так Нагрубило Ну Это Вот Вы поймите Как человек Человек Я понимаю Это неадекватно Общение Если Я еще Не приехал А вы Мне звоните И сразу Наезды Блядь Потому Что Поехали Должны Брехать Пишут Я Вошу Пять Назад Блаз Я не знаю Причем Здесь Я Если Приложение Яндекс Там Тупит Или Чего Какую-то Харень Показывает Я здесь Причем Опять Вы Причем Никто Не Причем А у вас Показывал Что я На заказе Показал Да Человек Высознает Человек Через 3 минуты Прошло 3 минуты Прошло 5 минуты Прошло 8 Нету Проход Вашу Мать Что Что Такое Творится Я Подъехал Видите У меня На табло Не было опоздания Я уже У вас Прошло Хорошо Что Хоть Адрес Нашел А бывает Иногда Ждешь И адрес Хуни Знаешь На Таганске Еду Я живу На Таганске Еду На Таганске Я называю На Таганске Дом 20 Уехал На улице Леменецкая Через дорогу Надо здесь Показывать Здесь Ждет Тебя Как Небал Понятие Вот Как Яндекс Кому Были Вы Собретения Яндексу И че я Пишу Сказать Почему Такая Хрень Происходит Я стал И че Он не ответит Яндекс Должен Ответить Ну Что Он там Че Ответит А ты Знаешь Я не писал Клиент Я пишу Обращение Как В 14 году Знаешь Что Было Что Люди Работают На такси Люди Едет Другие Параллельные Другие Что Ну Допуст Как Я Пассажир И Место Сто Киллер Ты Еще Место Один Гребля В Магадан Которого Дороги Нет У Непишел Счет И Они Отсудили У Яндекса Яндекс Так Списывал Да Они Отсудили Я Не К вам Прийти Работать Свои Деньги Плачать Свои Процесс Вы Плачили Свои Деньги Они Отсудили Отсудили Как Собяй Отсудил Как Отсудили Оправдали Все Признаем Свою Вину Мы Деньги Не Можем Вернуть Семь Потому Что Новые Лиги Можно Катай Ваш На 200 На 200 На 200 Безокладные Поездки Да Это Тоже Не Так Люди Катай У него 800 Хотя По карте Мне Был год Сталин Остров Сухер Имели Парни Снимать Но Имя Катай По карте Наного Снимали Автоматически А Цель Году До Олимпиады Когда Приехали Олимпиады Все На Бак Попали По Карту Смисули Там Типа Хакер 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 Там Хакер В офисе Сидит Этот Хакер Как Расс Ты Знаешь Путиня Заработка Я написал У меня есть Скрин Короче Я Скажу Человек Прикинь Он ездит Из Юго-Запада До Олимпийской Дереви Там Поехали Там 5 Или 6 Км Весь Писали 1800 Как До Магадан До Магадан Дороги Нет Судился И Ничего Не судился Вот Я Как-то Еще Работал В офисе С Женой С Будовкина Докучино Хотели Заказать Такси Показывалось 135 И Канул Я Не Заказал Конечно Ж И Потом Это Была Шумиха Что Очень Многие Думали Что Это Глюк Заказывали У них Реально Списывались Бабки И Они Разбирались По этому Вопросу Ребят И Подведем Итоги Всего Этого Ролика Сумбурного Такого То Есть Там Раскидан Был Просто Смысловая Нагрузка По всему Ролику Сейчас Я Все Подведу К Одному И Расскажу Обо Всем В целом Я Работал Три Дня Первый День Был В Железнодорожном Второй День Был Железнодорожный С Люберцами Третий День Был Промежуточный Большей Степеню Был В Москве Сейчас Будут Слайды С трех Рабочих Дней Сколько Денег Я Получается Заработал В процессе Этого Ролика Я Рассказывал О том Что Я В конце Подведу Итоги Сколько Денег Я Точно Заработал После Вычета Всего Всего Всех Этих Комиссий Всех Вот этих Моментов И Сейчас Я Отдельно Сделал Запись Экрана Своего Телефона И Прям С него Прочитаю Все Что я Рассчитал Чтобы Не ошибиться И вместе Посмотрим На все Это дело Сравним Посчитаем И поймем Вообще Есть ли Смысл Работать В такси Зарабатывать Можно Или нет Изначально Опять же Повторюсь Все началось С того Что Мои Друзья Мои Знакомые Едут С водителями Такси И тебе Жалость Что не Заработаешь Я думал Что это Какая-то Тактика Чтобы Достать Немного Чаевых Это Как бы Ответка На Те Действия Водителей Я Решил Немного Показать Немного Рассказать Своих Рабочих Дней И То Как Я Работаю В целом Я знаю Что Можно Заработать Больше Можно Работать В Больше Времени На той же Линии Находиться Я работал Не более 12 часов Это был Предел То я В основном Отрабатывал Допустим 10 часов И уже Проставлял В сторону Дома Чтобы Не перейти Рубеж 12 часов Так Запись Экрана Пошла Ребят Не серчайте Я буду Читать Получается Вот С того Скрина Который Вы Видите Сами Буду Как бы Мониторить Все с него Вся информация В нем То есть Я без него Просто Всего бы Этого Не запомнил И не смог Бы все это Рассказать И как я Говорил Что Я работал С промокодами 12 часов Я Попробую В конце Вот всей Этой Аналитики Попробую Посчитать Чтобы Как бы Это рабочее Время Прошло с комиссией И даже Если с арендой Сколько бы Получилось бы Заложив Во все Вообще Все максимальные Расходы Которых даже Не было Вот так Так Ну погнали Значит Первый день Он был у меня Железнодорожным По пунктам Если вот так Ити Я Получается Словил выручку Здесь 7 410 Вот Но При этом Еще За весь день Да Был чай 200 рублей Был левак С руки То есть Хоть я был с промокодом Какой-то момент Я словил с руки Какую-то поездку И повез ее Пробег Был здесь По железке 200 километров Это очень много На самом деле Для железнодорожного И так как Это езда была По городу Расход Топлива Был 10 литров На сотку Бензин Сейчас я посмотрел На поближайшие заправки Там 44 с копейками Но будем Считать По 44 рубля Вот допустим Это было 200 литров Да 880 рублей Значит Подсчитаем Первый день Выручка 7 410 Плюс чай 300 Плюс левак 200 7 910 Вычитаем Бенз 880 рублей Из Выручку За эту смену Налог По самозанятому Я взял Среднюю цифру 5 процентов Потому что 4 процента С физлиц 6 с юрлиц Иногда Бывают Корпоративные заказы Которые Идут по 6 процентов Я взял Среднюю 5 процентов И налог Получается 375 рублей Вот минус Все эти расходы Осталось 6 655 Это был Первый день Второй день Он у нас Был смешанный Это был Железнодорожный И частично Люберцы Чаевые Ну вообще В целом Выручка была За весь день 8 250 Плюс чаевые Да 100 рублей Пробег был 240 километров Большой И так как Это уже была Не езда Только по городу Там Расход был Меньше Меньше Может быть Было пробок 8 литров На сотку Бинс Все так же Там по 44 рубля Мы считаем Значит К 8 250 Прибавляем Чай 100 рублей 8 350 Минус бинс 880 рублей И налог 5 процентов Самозанятых 415 рублей Остаток Второго дня У нас остается 7055 рублей Ну то есть Можно сказать Что такие цифры Это как будто бы Как чистые После всех расходов Третий день Общая выручка была За третий день Ну то есть Я вообще катался Конечно Начал в железке С минималок Перекатил в Люберцы Уехал в Москву Из Москвы вернулся В Купавну Пообедал Ну то есть Через Купавну вернулся Домой Домой пообедал И отсюда Снова поехал В Москву Пробег Значит За весь день Был 250 километров Чаевые Были 750 рублей Расход был 9 литров На сотку Вроде бы Было Больше Таких Поездок Типа по трассе Но При этом Расход был Чуть больше Чем по второму дню Бензин Считаем так же Значит Выручка Общая За весь день 9665 Плюс Чаевые 750 рублей Минус Бензин 1015 рублей Минус налог 5% самозанятых 485 рублей Остается у нас 8915 рублей Вот как бы Можно было бы На этом остановиться Сказать что Общая выручка За эти 3 дня С промо-кодами Ну общая выручка 25320 И уже за минусом Вот этих расходов Осталось бы 22600 И типа Это за 3 дня То есть каждый день Получалось у меня По 7535 То есть Ну как по мне Очень хорошая выручка Но можно сюда Учесть то что Чего не было Но подумать Если бы это было бы Ну то есть Допустим аренда За 3 дня Средняя аренда Ну допустим Там Полторы тысячи рублей Вот из этой суммы Общей Да Которую я заработал Получается Вычитаем еще аренду 4500 И если это были бы Не промо-коды Была бы комиссия Я работал в железнодорожном Тут было 16% комиссия В Люберцах Была 19% комиссия В Москве Плавало 20-22 Я взял среднюю цифру 20% И общая Комиссия Со всей выручки За 3 дня Составила бы 5082 рубля И то есть Если даже Учесть аренду На 4,5 Комиссию На 5 Там 82 Получилось бы 13 тысяч Да Если бы я был бы Не на своей машине На арендованный И плюс Я еще платил бы налог И это получилось бы По 4340 рублей В день А так В целом У меня вышло За эти 3 дня Чистыми По 7,5 Я считаю Что это очень хорошая выручка Это хорошие показатели И Это было не в самые продуктивные дни Я честно говоря Ну из-за того Что я все же Занимаюсь контентом Снимаю его Да Монтирую Веду канал И как бы Стараюсь Работать над ростом Эту канала Конечно Я работаю меньше То есть При желании Я мог бы зарабатывать больше Стараться больше Возможно Я бы уже приобрел Вторую машину себе Но я пошел Чуть-чуть другим путем Но в любом случае Вы увидели Все эти дни Всю эту выручку Все эти вычеты Все эти чистые цифры Вам могу сказать всем Спасибо за просмотр Спасибо за уделенное время Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комменты У кого как Я думаю Что многие могут написать Что Нет Да ты снова Там Какую-то фигню сказал Ты агент Яндекса Там Такой выручки не бывает Хотя Другие люди Которые пашут И работают И зарабатывают Они даже думают Что О чувак Что у тебя маленькая выручка Какая-то Что-то ты не дотягиваешь Так что Ну Каждому свое В общем Ладно Всем спасибо Встретимся Получается В следующих роликах До свидания Всем удачи Пока